Уважаемые друзья, позвольте вам сегодня представить одну из тем, связанную с сохранением историко-культурного наследия и изучением его естественно-научными методами. Эта тема является одной из наиболее интересных и сложных с точки зрения развития современной науки, так как именно эти темы предполагают междисциплинарность. Современное развитие науки всегда связано с тем, что она пересекается с различными научными направлениями, и именно пересечение научных направлений дает нам возможность увидеть новые горизонты, новые возможности пересечения этих направлений. Мы хорошо знаем такие междисциплинарные направления, которые сегодня существуют и уже стали самостоятельными научными знаниями, научными исследовательскими направлениями. Это примеров можно говорить, например, биохимия, где соединились биологические исследования, связанные с химическими знаниями, астрофизика. Таких примеров можно привести много, и одной из таких сложных и требующих своего понимания и исследовательского творческого подхода, выработки новых языков, новых знаний, является и естественно научные и гуманитарные науки, кажущиеся между собой отдаленными друг от друга и не связаны впрямую между собой. Но именно эти научные направления дают возможность выйти на новое понимание как развитие связанное с обществом, с человеком, так и понимание новых подходов в изучении и развитии материаловедения, в изучении развития климата, природных изменений, биологии человека. Сегодня сочетание естественно научных методов и сочетание археологии – это, наверное, одно из тех мест приложения, которое дает нам возможность исследовать эти вопросы в сочетании и в исследовательских своих подходах. Говоря о этой теме и постановке проблем, мы исходим из того, что в гуманитарной науке сегодня и есть пересечение проблем, связанных с жизнедеятельностью, жизнеобеспечением человека. Это связано как и освоением среды, это связано с воздействием и освоением природных ресурсов. Именно совокупность этих знаний нам позволяет выходить и на платформы, связанные с адаптацией этих знаний в цифровом пространстве, их доступности. Комплексность подхода этих задач и предполагает современные работы в области археологии и естественно наук, связанных с физикой и другими направлениями. Здесь бы я отметил то, что сегодня мы рассматриваем человека и его место в истории как совокупность действий и пересечений различных его проявлений. Говоря об этой теме, я хотел бы несколько слов сказать о самой археологии как научной дисциплине и объекте, и предмете его исследования, и тех целеполаганий, которые дают возможность рассматривать межисциплинарные подходы в исследовательских задачах археологии именно как научного направления. В центре любой социогуманитарной дисциплины, безусловно, находится исследовательская задача, связанная с осознанием или пониманием тех или иных проявлений человека в его духовной жизни, в его жизнедеятельности. И человек, он всегда пересекается с той средой, той природой, отраженной как в социуме, так и в освоении природной среды. И все эти факторы пересечения, они позволяют и создают разные формы, отображающие его функциональную сущность. Говоря о человеке как существе, привязанном к социуму, мы понимаем, что он формирует вокруг себя пространство определенное, связанное с взаимодействием и сосуществованием другими подобными же сущностями, как он сам. И, конечно, это отображается на нем как в невиде, то есть это процесс взаимовлияния как общества на человека, так и человека на общество. И совокупность этих действий, она отображается в различных социальных, политических процессах. И, безусловно, это отображается и в том, что связано с его жизнедеятельностью. Это приводит к различным явлениям, которые отражены в миграциях, в появлении крупных политических и государственных образований. И в рамках этих общностей, этих социумов, этих процессов происходит формирование и особенностей его жизнедеятельности, которые часто бывают привязаны к определенной экологической среде, к природной зоне. И именно эти особенности и определяют трансформацию его повседневной жизни, трансформацию воздействия на природу. Каждая из климатических зон и зон его влияния оказывается в сфере определенного адаптации, приспособления. Именно процессы приспособления и адаптации дают нам возможность увидеть своеобразие развития этих культур. Так, например, особенности развития хозяйственного уклада оленевода будут резко отличаться от земледелия в тропической или степной зоне. И эти особенности будут накладывать особенности, связанные именно с своеобразием технологических возможностей и производства тех или иных изделий, предметов. И формирование этой совокупности особенностей нам позволяет выйти на исследование и изучение технологических процессов и их своеобразия. Говоря о технологиях и их сущности, мы понимаем, что человек в своем развитии, в развитии общества всегда накладывал отпечаток на развитие его особенностей природы. Мы это можем видеть в изменении как его определенных навыков, умений, появления определенных инструментов, так мы можем видеть и в изменении природной среды. Так, например, под влиянием развития кочевого скотоводства возникает огромное пространство перестечения большими группами людей, больших территорий. Это привязано к определенным их местам пребывания, что фиксируется на этой территории. Земледелие также трансформирует пространство, приводя иногда к достаточно серьезным воздействиям и экологии, приводя к разрушению иногда и тех устоявшихся природных условий, создавая достаточно сложные катастрофические ситуации, разрушение экосистем и тем самым деградации самих человеческих сообществ. Таким примером, например, может служить та ситуация, которая складывалась на острове Пасха, где возникшие достаточно высокие уровни цивилизации из-за мощного демографического роста и экстенсивного хозяйственного освоения пришло в упадок и прекратило свое существование в том виде, как оно формируется в период своего максимального развития. Таким образом, все эти процессы так или иначе отображают стратегию человеческого сообщества освоения природной среды и они определяют и сырьевые источники, которыми пользуется человек. Все эти особенности накладываются и на тот ассортимент изделий, предметов, которые находятся и используются у него в быту. И это дает нам возможность говорить о предметном ряде, о тех функциональных вещах, которые мы получаем в результате его жизнедеятельности. И это, безусловно, связано с технологическими процессами получения материала, сырья, извлечения руд, получения из этого металла. И, безусловно, это несло определенное своеобразие и предполагало применение тех особенностей в получении в зависимости от самих материалов, которые получалось. Например, железо это требует определенных технологических навыков в меди, других получений сплавов в виде материалов, которые возникают в результате соединения разных металлов, например, бронзы. Также предполагало наличие определенных навыков и знаний. Все это тесно связано и другими элементами материальной культуры, связано с обработкой дерева, кости, изготовлением стекла, керамических изделий. Безусловно, именно вопросы связи предмета, который получается в результате археологических исследований и технологического процесса, есть объект самостоятельного исследования. Если мы все эти вопросы рассмотрим в совокупности, то мы видим как раз, что именно пересечения тем, связанных с человеком, его освоением природной среды, его освоением новых технологических возможностей, пересекаются и с проблемами междициплинарных исследований, привязанных к таким направлениям, как физика, биология, химия. И эти специальности позволяют получить новые знания, новые знания, выходящиеся к вопросам реконструкции, воссоздания тех особенностей развития социума и тех процессов, которые влияли на его развитие. Безусловно, все эти возможности открываются по мере развития науки. И на каждом развитии знаний, появлении новых методик, естественно, научные методы позволяют нам раскрыть объект археологии больше и узнать о нем более важную, ценную информацию. Как же археологи получают эту информацию, как она становится доступной для понимания? Основой этих работ являются исследовательские работы по изучению археологических памятников. Археологический памятник — это то место и то пространство, где в результате жизнедеятельности человека сформировались почвенные отложения, содержащие в себе культурные остатки его жизнедеятельности. И они представлены как предметами, так и разными формами, отображающие его жизнедеятельность остатками его использования тех или иных видов животных, связанных с останками, которые формируются в результате жизнедеятельности животных и человека, представляющие собой сведения, материалы, складывающиеся в почвенных непосредственно отложениях. И данная информация может быть извлечена только применением технологий естественных наук. И именно физика, методы физических исследований, связанных как с получением информации, в широком спектре раскрывают эти возможности. Говоря об культурном наследии и его интеграции, разные научные дисциплины, направления, мы видим, что именно совокупность научных дисциплин позволяет выйти на решение разных вопросов и тем, которые решаются с применением естественных наук. Здесь я бы обозначил ряд ключевых проблем и тем, которые как раз создают наложение и дают возможность формирования именно межисциплинарности в археологии. Здесь я бы отметил, что одной из важнейших ключевых вопросов, связанных с изучением любого памятника археологии, являются вопросы, относящиеся к уставлению времени его существования, к его развитию. И датировка традиционного археологии носит относительный характер, привязан к формально-типологическому подходу в изучение. Но современные именно физические методы, связанные с радиоактивным карбоновым датированием, позволяют нам выйти на решение вопросов, отображающих более достоверные сведения о тех процессах явлений. Конечно, здесь имеется много различных фактов и материалов, не достигающих уточнений в этой даты именно в рамках методов физических исследований. Но именно вопросы хронологии позволяют выйти на вопросы понимания времени и реальных событий, которые протекали на той или иной территории. И здесь наши современные подходы и исследования дают нам достаточно новые и корректные знания об этих этапах времени существования того или иного памятника. Безусловно, в ходе исследований археологических памятников, именно культурных отложений, сформировавшихся на его территории, мы получаем и другую совокупность информации, которая отложилась в почвенных отложениях. И здесь это привязано к объектам, к сооружениям, которые также содержат в себе именно остатки жизнедеятельности и свидетельства освоения их человека. И в исследовании данной части информации, сохранившейся непосредственно с почвенным, крайне важно, опять же, использование методов, связанных с геофизическими исследованиями, неразрушающими методами, которые дают возможность оценить, понять возможную локацию, особенности материала, использованные на тех или иных сооружениях, находящихся под землей. И именно разные методы геофизики дают возможность решения этих вопросов. Именно неразрушающие методы исследования определяют подходы и в изучении предметов, находок, которые получаются в ходе исследования. И совокупность вот этих факторов, связанных с пониманием самого объекта, материалов, которые использовались, получения информации о технологиях, о составе изделий на основе применения ядерной физики, нейтронной физики, методов геофизики, дают возможность нам выйти к более основательным, более фундаментальным знаниям об объектах археологии и об их содержании. Именно пограничность вот этих знаний дополняет и наши представления в целом, и в самой исследованиях, связанных с физией. Например, исследования, относящиеся к изучению магнитных полей Земли на объектах, связанных с археологией, где в результате процессов, связанных с созданием новых материалов, связанных с использованием гнии, дают возможность нам увидеть, изменить немагнитное поле Земли на тех или иных объектах, связанных с формированием этого материала, и выйти на реконструкцию вопросов, связанных с темами и проблемами, не только относящимися к археологии, а в целом развития и Земли, и его магнитного поля. Безусловно, в вопросах, говоря о структуре исследований и работах, которые проводятся в результате междисциплинарных исследований, мы понимаем, что это действие и работа привязаны к пониманию получения знаний и информации в каждой из отраслей и их уточнение возможностей выработки новых методических подходов и исследовательских задач. Здесь, наверное, одной из самых сложных и требующих длительного и планомерного целенаправленной работы является выработка общих методических подходов, сближение терминологических и понятийных аппарата различных наук, и именно выработка общего языка постановки научной проблемы и одна из ключевых задач формирования структуры направления исследований. И это занимает достаточно важное место и требует исследователей разных научных направлений поиска и выработки тех решений, которые позволяют выйти к определению общей программы исследовательских задач, определению возможностей и ориентировке на те результаты, которые могут в результате этого применения быть получены. Мы, конечно, исходим, что межсепринарные исследования своей направленности и решениях дают возможность нам выйти на решение вопросов взаимодействия человека природы, среды, выйти на вопросы, связанные с технологией и освоением ресурсов, выйти на вопросы соединения социума и индивидуума, о чем я как раз и представлял в том анализе, который дает вам возможность увидеть структуру, направленность данных исследований. Конечно, остановимся более подробно на некоторых аспектах, связанных с изменениями, которые могут прослежены в результате изучения разных остатков материальной культуры, привязанных к оценке их особенностей и изменений естественно-научными методами. Здесь надо отметить, что изменения, они как раз отображают этапность и особенности воздействия. И, безусловно, важной составляющей в применении естественно-научных методов является комплексность. И говоря об изменении экологии в условиях антропогенеза, мы видим ряд проблем, которые не только отображаются к тому времени, когда это происходило, мы это видим и в решении вопросов, при выстраивании прогностических подходов и определении моделей развития освоения человеком природы. И сегодня ряд моделей и процессов, которые привязаны к освоению природной среды, они носили более устойчивый характер, и определенные изменения имеют последовательные закономерности. Эти процессы, безусловно, хорошо отображены и сохранились на археологических памятниках. И исследование этих процессов позволяет нам увидеть не только изменение климата, но и изменение самого ландшафта, его трансформацию. И обусловлено не только воздействием самого человека, но и естественным процессом, привязанность человека к определенным географическим условиям, особенностям рельефа, подталкивало его и к формированию поселенческой структуры, подталкивало его к особенностям развития планировочной структуры этих поселений. Таким образом, именно комплексный анализ, сочетающий в себя весь спектр межсциплинарных исследований, то есть это и физические исследования, это исследования и палеогеографии, это исследования ландшафта с точки зрения биоциноза, которые проходили в нем, это исследования и биофауны, дает возможность увидеть нам достаточно яркую картину изменений и трансформации этой территории. При этом я отметил бы, что и сам человек, его останки, останки в представленном виде погребальных памятников или материалов, связанных с его жизнедеятельностью, также несут очень важную информацию, отображающую не только в палеогеноме, который прозвучается в результате исследований генетического материала, но дает очень важную ценную информацию по изучению физическими методами изотопов, указывающие на определенные особенности проживания того или иного индивида или групп людей, а возможно их миграция или наоборот устойчивое и длительное пребывание на определенной территории. И именно изотопные исследования позволяют увидеть и воздействие, которое приживал человек в результате определенного рациона питания, привязанного к определенным группам и видам животных, что также, безусловно, является очень важной, ценной информацией для реконструкции общей системы развития общества в тот или иной период. И пример развития человека в определенной природной среде, оно, безусловно, предполагает пересечение различных методов исследования и применение их в изучении природы человека, нам позволяет выйти на подходы, предполагающие именно междисциплинарность, о чем и говорит нам сам подход в изучении на пограничи различных наук. И применяемые методы исследований, они раскрывают те возможности, тот потенциал, который в течение длительного времени формировался и накапливался в культурных напластованиях, и был связан с жизнедеятельностью человека. Конечно, именно совокупность этих воздействий, этой среды получаются в результате планомерных археологических исследований возможности привлечения не только естественно-научных и гуманитарных знаний, связанных с исследованиями современных процессов, связанных с социологией. И вот сочетание именно междисциплинарности и действия научной и гуманитарной позволяет выходить нам на решение этих задач. И особенности формирования пространственного анализа, изменения самого человека, среды его питания, влияющие на получение тех или иных ресурсов, связанных с его питанием, с сырьем, который он привлекал, позволяет выходить на вопросы, связанные с динамикой освоения, с особенностями его воздействия на природу и на тот процесс, который накладывался в накоплении культурных пластований на территории археологического памятника. И эти изменения, они отображаются и интенсивности жизнедеятельности, его развития. Это хорошо наблюдается в интенсивности формирования культурных остатков. Именно количественное численное увеличение людей фиксируется и отображается в качестве и содержании тех или иных материалов в культурных слоях археологических памятников. Мы это можем видеть и в динамике освоения ландшафтов, в среднем по Волжье, где происходят изменения особенностей хозяйственного уклада в те или иные периоды, что, безусловно, привязано и к природным изменениям, и к изменениям связанным с процессами возможности получения дополнительных биоресурсов, к которым человеческий социум и сообщество были очень тесно привязаны и сосуществовали. И каждый из этапов исследовательского процесса предполагает собой закономерность и точность исследования. И последовательность этих действий предполагает получение материала, исследовательского материала, формирование эксперимента, реконструкции процесса и моделирование его на материалах исторических исследований. И подобные подходы, вопросы, связанные с реконструкциями, получением нормальных археоматериалов и археологических технологий, носят характер как исследований самого предмета, так и его реконструкции в современных условиях. Именно сопоставительный сравнительный анализ дает нам возможность увидеть те изменения, которые были связаны с получением самого изделия, материала в прошлом, и теми особенностями, которые мы можем увидеть при реконструкции самой технологии, при его воссоздании или воспроизведении определенных его элементов. Такой же подход предполагает решение именно комплексности задач, именно разные подходы для изучения состава материалов и их изделий дают возможность сравнивать, сопоставлять при изучении предмета как на его элементный состав, на содержание тех или иных материалов, где используются различные методы, как физические, так и микроскопии. И совокупность именно такого материала дает нам хороший сравнительный материал, и одни методы, успешные в одном вопросе ее решения, бывают часто неприменимы в других обстоятельствах. Именно комплексность исследований нам позволяет получить те детали, ту информацию, которая содержится в том или ином материале и в изделиях. Такая же картина и подходы связаны в изучении объектов и различные подходы при изучении того или иного объекта создают свою программу. И именно постановка задач и выработка подходов дает нам возможность решения этих вопросов. и проблемы, связанные с особенностями в изучении материала, в изучении почвенных отложений, в изучении технологических процессов, создают нам возможность не только выявить, но и выработать новые программы исследовательских методов при решении различных методов при решении этих вопросов. Безусловно, эти вопросы привязаны именно к структуре формирования, расселения в разные периоды. И локация территориальная, именно применение в анализе этих вопросов цифровых технологий расширяет наши возможности и создает новые подходы в аналитических возможностях той информации, которая была получена естественно научными методами. Таким образом, именно пример, дающий возможность нам увидеть эти процессы, наиболее хорошо виден в анализе технологических процессов и сложных, где имеется разный уровень знаний. И анализ черной металлургии и его особенности развития в начальной части также дает возможность нам представить и понять особенности территориального развития, уровня развития технологий. Именно совокупность этих данных, информации, выходит на иные уровни анализа, возможность увидеть увязки конкретными объектами во временном и пространственном своем представлении. И различные методы материаловедческие, дающие нам решение этих вопросов, представлены как массовое исследование монет, являются одной из подходов именно неразрушающими методами исследовать проблему не только получения информации о составе, элементном составе, где используется как физически, так и методы ядерной физики, возможность состава металла, указывающая на определенные вопросы, относящиеся к изготовлению, к составу сырья, который использовался, вопросам, связанных с теми особенностями изменения этого состава в те или иные периоды, указывающие на определенные не только технологические, но, возможно, и экономические процессы, протекавшие в этот период. Также оптическая и электронная мискороскопия раскрывает нам детали и особенности, указывающие на технологические особенности производства, изменения внутренней структуры, материала, раскрывающие возможности понять особенности изготовления, структуры изделия на разных его этапах изготовления и решения этих вопросов. Безусловно, именно такой комплексный технологический, методический подход в изучении технологии раскрывают нам больше информации о самом изделии. И примеры монетных изделий являются наиболее показательными и яркими в этом вопросе. Крайне важно, как я уже отмечал, именно неразрушающие методы. И здесь применение нейтронной томографии и связанное с оценкой состава металла — одна из важных вопросов и тем в изучении изделий и понимания их состава. Особенно важно это для того, чтобы предметы, которые представляют цельные музейные предметы, не подвигая разрушению, часть методов, связанных с определением элементного состава, предполагают утрату самого изделия, части его в результате проведения анализа. А именно методы ядерной физики, нейтронной томографии позволяют оценить не только состав изделий внутри, но и выйти к пониманию того объема содержания, который может находиться в полом закрытом объеме, и выйти на реконструкцию элементов, связанных с созданием самого изделия. Таким образом, в завершении своего выступления я хотел бы отметить, что я остановился только на части тех возможностей и тех проблем, которые связаны с межисциплинарными исследованиями. И раскрытие потенциала и возможностей исследовательских задач — это вопросы, относящиеся к последующей интеграции и развитию. Именно межисциплинарные исследования, особенно развитием естественного, позволили открыть ранее неизвестные нам особенности развития технологий в разных сообществах, уточнить время бытования и существования тех или иных сообществ, выйти на вопросы реконструкции, связанные с социально-экономическими процессами. И именно данные информации, данные знания носят очень серьезный фундаментальный характер, потому что они нам позволяют увидеть те особенности, ту динамику, ту направленность развития человеческого общества. И в понимании этих явлений, этих процессов мы можем выйти и на вопросы моделирования и понимания определенных проблем, тем, связанных и с современной жизнедеятельностью человека. Вопросы, относящиеся к дисциплинарным, к естественно-научным методам с привлечением физики, других методов, одни из актуальных. И в ближайшее будущее, наверное, они будут приобретать все больше, место в научных работах, именно в исследованиях на пограничных науках. И возможности этих научных дисциплин, направлений, раскроют нам много нового о прошлом и скажут нам и о будущем. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok